Этому подвалу больше полутора веков. Его построили черноморские греки для бочек с созревающим вином. После революции подвал перешел в собственность местного колхоза, а во время Великой Отечественной войны его использовали в качестве бомбоубежища. Сегодня на историческом месте частная винодельня. Традицию возрождает предприниматель Валерий Асланов с единомышленниками, в прямом смысле совмещая вкусное с интересным. Мы вот на этой стене показали историю греков. Как они приехали, спахали землю, посадили виноград. Здешнее вино регулярно завоевывает награды на выставках, в том числе международных. Емкости готовы принять в виноград нового урожая. Ежегодно в подворье старого грека готовы встретить порядка 6 тысяч туристов. Мы говорим о качестве, потому что что нравится туристам, им нравится вот та камерность, которая у нас существует, беседы с ними, разговоры, рассказ о вине и все прочее. Если это поставить на поток, можно увеличить в три раза, но мы потеряем клиента. В этот раз гости и слушатели, журналисты и специалисты туристической отрасли с юга европейской части России. Елена Александрова из Волгограда работает в туристической фирме. Считает агротуризм перспективным в целом и Анапу как направление в частности. Еще не организовала ни разу, но теперь, естественно, буду. Тем более, есть коллеги, которые уже имеют огромный опыт и можно сотрудничать. В Краснодарском крае составители гастрономической карты начали путешествие с регионального центра, побывав в ресторанах этнической кухни. В Новороссийске посетили Абраудерсо. В Анапе у гостей достаточно насыщенная программа. Анапа с точки зрения развития агротуризма имеет колоссальный потенциал и уже достигла значительного уровня развития. Кроме этого, еще мы посмотрим целый ряд объектов интересных на территории Анапы. Но, к сожалению, еще и большое количество объектов достойных, которые не удается посетить, поскольку сжато время. Проект всероссийский – один из стратегических приоритетов, обозначенных губернатором Венина Ивановичем Кондратьевым по развитию аграрного туризма, как в том числе и фактор, обеспечивающий интересный досуг для наших гостей, показывающий наш культурный потенциал, наш гастрономический потенциал региона Кубани и Краснодарского края. Ну и, конечно же, это возможность увеличить сезон и в межсезонье наполнить турпоток. Специалисты называют кубанскую кухню феноменом, который впитал идеи из русской, украинской, греческой кухни народов Кавказа. Завершился тур по региону в комплексе «Атамань», где его участники познакомились с отдельной региональной версией гастрономической карты.